Время 14 часов. Кроме того, у нас, естественно, можно вопросы задавать прямо в режиме онлайн с помощью нашей видеотрансляции. Видеотрансляцию можно смотреть в «Зато новости» и в группе «Умного радио» во ВКонтакте. Начнем с секунды на секунду. Добрый день, Саров. Сергей, добрый день. Добрый. Алексей Викторович, здравствуйте. Добрый день, Галина. Добрый день, Сергей. Добрый день, Саров. Итак, сегодня среда, 2 часа. Как обычно, в гостях у «Говорит Саров» и у законов гостей глава администрации Сарова Алексея Викторовича Голубев. Нам можно писать, точнее, нужно нам писать. Мы будем задавать с Мартином ваши вопросы в главе администрации. Нам можно звонить по телефону 3174. Работаем сегодня 30 минут. До 14.30 у вас есть полчаса. Пожалуйста, пишите, звоните, все передадим, обо всем расскажем. Сергей, как обычно, я начну? Да, конечно. Хорошо. Белый ход. Да. Ой, как-то было неаккуратно подумать сейчас в связи с последними событиями. Так, Ольга Шпынь расспрашивает. Я, как обычно... Сергей, как обычно, я начну. Откройте библиотеки в формате «Взял, вернул книги». Детям дали списки к прочтению на лето, а библиотеки закрыты. До третьего этапа, боюсь, и до сентября не дойдем. Ну, на самом деле, пришли у нас изменения в указ губернатора, и я надеюсь, что с библиотеками раньше мы начнем работать. По схеме, да, получил, по предварительной записи, почитал, вернул. То есть, надеюсь, что, может быть, даже с июля начнем работать. Александр Егоров, можно уже задать вопрос, почему перестали проводить городской свет к жилым домам в СНТ «Восход»? Хороший вопрос, ну, уточню тогда, почему уже прекратили. Ну, надо разобраться, давайте проверим. Так, далее. А, ну, здесь тоже про библиотеки. Реплика такая. Мартин, к тебе оппонирует наш подписчик Александр Шанин. Мартин, задавая вопросы, не освещает суть. А именно, не открытие всех организаций торговых центров ИП. Люди вынуждены ездить в неблагоприятные районы, и, получается, привозят, а теперь и развозят ковид. Запрет, например, кодовое или иного приводит к более тяжелым последствиям. Люди меряют в туалетах, это грибок, стафилококк, и так далее. Чем лучше федеральные сети, они более обеззаражены или нет? То есть, я так понимаю, чего вас интересует. Почему федеральные сети открыты, а торговые центры вот в каком-то таком особенном режиме работают? Ну, этот вопрос рассматривался на уровне губернатора и на уровне Роспотребнадзора. По каким-то причинам принято было решение, что системы, образующие торговые организации более четко выполняют меры дезинфекции. Соответственно, им было разрешено открыться. Но кроме того, как мы помним с вами, было разрешено открыться магазином до 400 квадратных метров на первом этапе. То есть, с этой точки зрения, что-то в позитив поменялось. Тем не менее, мы с вами знаем факт. На этой неделе у нас произошло заражение сотрудников NVIDIA, системообразующего торгового предприятия. Ну и всех на карантин вывели. Поэтому от этой заразы никто не застрахован. Ни сеть, ни большой магазин. Так что тут сложно что-то комментировать. Валерий Семиков спрашивает, ведется ли контроль за соблюдением режима самоизоляции у людей, которые в торговых сетях работают, допустим, но имеют возраст 65+. Они же находятся, в общем-то, под особым ударом. Все вопросы по работникам, они адресуются к работодателям. Нам предписано от губернатора, буквально вот в прошлую пятницу, обеспечить более жесткий контроль и более жесткий анализ того, как работодатели обеспечивают безопасность своих сотрудников. с возможностью даже наказания магазинов и сетевых, и не сетевых, до 300 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции или решима дезинфекции. Этим будем пользоваться, не будем срепствовать, но губернатор на это обратил особое внимание. Вопрос от Анны Мурулевой. Когда откроют сады в обычном режиме? Ну, пока мы с вами не перейдем на второй этап, об этом сложно говорить, потому что количество заболевших в городе пока увеличивается, и любой занос инфекции в детский сад сразу выключает группу, в которой находился ребенок, и родителей, которые забирают своих детей и воспитателей. То есть это угроза массового заражения, на это сейчас никто не пойдет. Могу прокомментировать, у нас Даша Оськина сейчас на карантине, как раз именно по этой ситуации, надеюсь, со следующей недели выйдет. Вопрос от Юлия Сташкина. Что же? А у нас Андрей Дородкевич. Отлично попали, да. Юлия Сташкина, добрый день. Где получаете разрешение на розничную торговлю? Отделы находятся в КБО на Курчатова. В любом случае у нас с вами все разрешения получаются по схеме, обращаются люди в администрацию, и, соответственно, дальше мы даем рекомендацию. Либо, если вы подходите под требования, Минпромом адресуем вас в Нижний Новгород, либо мы выдаем. То есть прошу, департаменты экономики, городской администрации, обращайтесь. Так, вопрос от Ксих Карпенко. С учетом роста заболевания, а сегодня аж плюс 26 человек, будут приняты какие-то меры? У нас с вами последние два дня действительно идет такой рост. Сначала это были групповые заражения, так называемые вспышки, а потом болезнь начала распространяться. На сегодняшний день практически заболеваемость, прирост 10% в день, это много, с одной стороны. С другой стороны, анализируем ситуацию с точки зрения наличия коечного фонда и возможностей по тестированию. И если будет ситуация развиваться угрожающим образом, например, будут тяжелые больные, будем применять непопулярные меры вплоть до карантина. Мария Куликова предлагает выключить оповещение по городу, которое производится из машин. Дескать, не актуально, только детей будет. Поддержу. Ну, пока у нас четкое предписание осуществлять всю информационную кампанию всеми доступными средствами. Ну, это как, извините, воздушная тревога, да? Можно проигнорировать, но тогда уже пеняй не себя. Так, вопрос от Олега Гожева. Почему в городе до сих пор нет баннеров, информирующих о предстоящем голосовании по Конституции? Как будет проходить голосование в связи с ограничениями по коронавирусу? Неужели только по 8-12 человек в час, и тогда все желающие не успеют проголосовать? Все баннеры, все информационные материалы, они у нас идут в соответствии с требованиями, правилами федерального центра. В ближайшее время мы должны получить эти баннеры, будем их, соответственно, расклеивать. Что касается процедуры голосования, то процедура состоит из трех элементов. Первое голосование – это дистанционное, через госуслуги, соответственно, можно, или через МФЦ, можно это сделать, начиная с 25 июня. Вторая история – это голосование на своем участке заранее. То есть можно прийти с 25 июня и проголосовать. И третья история – это 1 июля прийти на участок для голосования и проголосовать. Все рекомендации, все правила мы вывесим на нашем сайте администрации, доведем через средства массовой информации и максимальным образом через трудовые коллективы. И всех приглашаем с учетом мер самоизоляции, принять участие в голосовании. Юлия Болтова задает вопрос, касающийся послабления режима в Москве. Понятно, что у нас другой регион, и руководитель региона будет самостоятельно решать. Поэтому хотелось бы вашего понимания, к чему мы движемся и какие перспективы по решениям, которые принят Глеб Никитин. Ну, мы видим, сегодня в Москве идет активное сокращение числа заболевших. То есть при населении города порядка 10 миллионов, число заболевших сегодня там меньше полутора тысяч. В Нижегородской области в целом проживает чуть менее 4 миллионов человек, и число заболевших составляет 300 человек. То есть эта пропорция показывает, что у нас заболеваемость в несколько раз выше, чем в Москве. Если заболеваемость будет снижаться, то, конечно, губернатор примет решение и выпустит дополнение к указу номер 13, в котором, соответственно, номер 27, в котором будут новые послабления. Губернатор в пятницу доводил до нас информацию о том, что с его точки зрения уже все устали и все хотят позитивных новостей. Именно поэтому он обращал внимание на работу больше с работодателями, чтобы работодатели со своими работниками активнее работали по контролю их состояния, по обеспечению их безопасности. Потому что, ну, все устали. Столько времени быть на изоляции, на ограничениях, это нелегко, всем нелегко. Продолжение темы. Наталья Пенегина пишет. Добрый день, что-то не совсем понятно. В Москве Собянин с сегодняшнего дня отменил режим самоизоляции со вчерашнего и снял некоторые ограничения. У нас 98 тысяч населений, заболевших около 200 человек, и такие жесткие меры. Когда все это закончится? И много всклицательных знаков. Ну, да, я уже говорил, заболеваемость в Москве за последние две недели снизилась с 10 тысяч в день до полутора тысяч, то есть идет активное снижение заболеваемости, поэтому они, собственно, и переходят на вот такие вот нежесткие ограничения. У нас с вами пока идет рост. Если в пропорции брать, то у нас по-прежнему меньше, чем в Москве, относительная заболеваемость. Но рост активный, представьте, сегодня 250 примерно человек заболевших, прирост 24-25, 10%. Это очень много, и, конечно, с таким приростом сложно убеждать губернатора или кого-либо о том, что нам надо послабление делать. Так, вопросы, которые у нас перетекают из эфира в эфир, ну, я думаю, может быть, какие-то там подвижки произошли. Это, опять же, про лежачих полицейских носилки, но вот Елена Илгаева уточняет, что ее интересует тот ключевой и туда дальше, к Дома торговли, потому что там несколько детских садов, дошкольных учреждений. И, соответственно, у нас также спрашивает Дмитрий Саушкин, да, тоже так же говорит о садике номер 40, то есть он говорит о безопасности детей. У нас все такие меры, светофоры, пешеходные переходы, лежащие полицейские рассматриваются на комиссии по безопасности дорожного движения. Если ГИБДД нам сообщает, что повышенная аварийность на этом участке, то мы принимаем меры, то есть разрабатываем проект, либо установки пешеходного светофора, как вот в районе парка и стадиона, либо это лежачие полицейские, в зависимости от нормативов. Вообще по сегодняшним нормативам, по лежачим полицейским не все там так гладко, иногда правильнее установить пешеходный светофор. Поэтому если такие обращения вы направляете в письменном виде в администрацию, мы с ними работаем, планируем деньги на проект, планируем деньги на исполнение работ, ну все в совокупности может занять до полугода, но на работу такой проведем. Хорошо, вопрос, который к нам пришел по телефону 3174, Елена спрашивает, почему подъезды не обрабатываются, хотя подъезды есть больные? Ну, подъезды обрабатываются, у нас 3 службы заняты обработкой, они обрабатывают в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и главного санитарного врача. Обработка ведется очень быстро, то есть в соответствии с требованиями. Это перила, это дверные ручки, и обработка подъезда занимает у человека, который этим занимается каждый день, 9-этажный дом, один подъезд, 2 минуты. То есть человек просто бежит сверху вниз и по ходу все это делает. То есть это не приходит какой-то космонавт с огромным, значит, распрыскивателем и не заливает потоками дезинфицирующего средства подъезд. Это не так выглядит. Вы даже можете не заметить, что у вас идет обработка. Ирина Иванова, можно ли гулять с детьми на пляжах, на протяжке и на бассейне без купания? Ну, в рамках тех мер, которые сегодня есть, первого этапа с дистанцированием, с QR-кодами можно, да, конечно. Вопрос также заданный по телефону. Человек, видимо, работает в Угнеев. Владимир спрашивает, кто призвляет, какие работы будут проводиться по капитальному ремонту, почему не спрашивают мнение жителей? По капитальному ремонту. Есть комиссия в департаменте городского хозяйства, которая рассматривает разные аспекты и, значит, срок, возраст дома, износ основных систем, техническое состояние, мнение жителей. И дальше уже делается выбор того или иного дома. То есть, поскольку это очередь, понятно, что все одномоментно отремонтированы не могут быть. Отвечу просто Диму Саушкину. Он спрашивает, на кого писать в администрацию по поводу лежачих. Пишите сразу на главу, а он перенаправит, соответственно, в Комиссию по безопасности дорожного движения. Спрашивает у нас Димит Джмаев. Когда начнут рассматривать заявления на въезд близких родственников? Дочь, внучка, например? Мы рассматриваем такие заявления. Если эта регион не коронавирусный, то тогда вопрос решается нормально. Если есть какие-то сомнения, то можно сделать за три дня до поездки тесты, а с этими тестами приехать, с результатами. То есть, город сейчас, ну, как бы, открыт. Вилла Лебедева спрашивает, история с ремонтом стадиона на седьмой школе совсем теперь загнется? Ну, посмотрим, как будет. Она точно не загнется. У нас эти работы в плане стоят. То есть, все стадионы, которые обещались, про которые говорили, принимались решения, они обязательно будут сделаны. Другой вопрос, как в сегодняшних ситуациях, с учетом сокращения финансирования, в какой период они будут выполняться. Потому что у нас по ряду детских садов придется принимать непопулярные решения, где крыши текут, по музыкальной школе деньги сняли с ремонта фасада. Поэтому изменений могут быть. Ну, мы с этим постоянно работаем. То, что проект есть и в плане стоит школа, значит, работа будет выполнена. Так, Юлия Бокова в прошлый раз задавала вопрос по поводу комплекса, который был демонтирован в парке «Зерно», перед тем, как установить новый. Теперь уточняющий вопрос, куда он делся, да, и сколько лет простоял, сколько денег на него было потрачено. То есть, видимо, про нормативы какие-то спрашивает. И, кроме того, спрашивает, во сколько обошелся новый комплекс. Ну, хорошие, значит, точные вопросы. На них нужно давать точные ответы. Первое. Могу сказать, что все такое имущество, оно хранится надлежащим образом с целью обеспечения сохранности и работоспособности. Вариантов размещения есть как минимум два у нас. Первый вариант размещения – это в парке имени Зернового, где есть складские помещения подходящего качества. Второе. В принципе, можем мы складировать, в любом случае, складируем на территории ДЭП. Там большая территория. То есть, с этой точки зрения, все под контролем. Если говорить о том, куда он денется, значит, вопрос сейчас решается, вы знаете, по реконструкции парка имени Сосина. Он сегодня и парком-то сложно назвать его, это сквер, скорее. Если будет выделено финансирование, то будут проводиться работы, и тогда комплексом, который демонтировали, будем решать в зависимости от количества выделенных денег и от проекта. То есть, все это пока в небольшом подвешенном состоянии находится, но точно совершенно не пропадет и не исчезнет. Я так понимаю, можно по деньгам отдельный официальный запрос просто на главу администрации сделался, и вы точно так же озвучите все суммы, которые человек хочет услышать. И суммы, и состав, и фотографии, и все что угодно. Но это фактическая информация, которую, конечно, я в голове не держу. Все информации предоставлены. Хорошо, вопрос от Екатерины Бакай. Он достаточно жестко сформулирован. Сделаю помягче. Почему один вы каждую неделю отчитываетесь, где наши медики, полицейские, духовенство? Что им нечего сказать? Ну, примерно вот так звучит вопрос. Ну, у нас с вами все-таки медики Ирина Александровна Игнатьева и Сергей Борисович Оков. Они участвуют в прямых эфирах. На какой длине волны, что называется, не скажу, но точно совершенно они выступают. Если говорить про УВД, то, пожалуйста, можно организовать. В этом проблем нет. Переговорим с Андреем Анатольевичем Чернышевым. Мы на штабе минимум два раза в неделю заслушиваем работу всех служб, которые в городе обеспечивают порядок и безопасность. По поводу духовенства, ну, можно пригласить, в зависимости от того, что вы попросите, либо Игумена Никона, либо благочинного Александра Толбунова, чтобы они поучаствовали и пообщались с вами. То есть высказывайте свои пожелания, организуем все, что нужно. Милана Петрова, когда будут действовать пенсионные проездные в автобусе? Пока они действовать не будут. Мы, в соответствии с обращениями наших жителей, обратились к губернатору Нижегородской области, чтобы эти проездные заработали. Нам ответили официально, что поскольку лица 65 плюс должны находиться дома в режиме самоизоляции, эти проездные работать не будут до снятия ограничений. Так, Анна Муралева спрашивает, стадион между 17 и 14 школами будет ли открыт для граждан близлежащего района или только для учащихся? Между 16 и 14, наверное, да? Наверное, да. Я хотел бы, чтобы этот стадион заработал для граждан, потому что мы с вами потратили из городского бюджета больше 36 миллионов рублей. Сделали хороший стадион, вокруг живет много людей, взрослых, детей, которым, конечно, хочется и в теннис поиграть большой, и мяч погонять, и по дорожкам побегать. С этой точки зрения обязательно мы должны найти способ составить это имущество работать на благо жителей города. Предварю вопрос Ксении Куликовой. У нас несколько раз организовывался велопробег городской на определенный день. Соответственно, она интересуется, а вообще планируется в городе проводить организацию подобных велопокатушек, причем во всем многообразии, от шоссейных гонок до детских велопрогулок, подобных велопарадов. То есть, есть ли такая мысль у администрации координировать движение велосипедов по городу? По поводу шоссейных велогонок, но это сложный вопрос, это все-таки спорт высоких достижений. Тур-де-Франс точно мы сюда не пригласим, это нереально. Но если говорить про вообще велодвижение в городе, конечно, мне бы самому лично очень хотелось бы, чтобы у нас все-таки появились нормальные веломаршруты с возможностью, там, без барьерного передвижения, перемещения из района в район, без пересечения с транспортными магистралями. То, что потребуется для этого финансирование, там, проектная работа, изыскательская, это точно. Но все хотят, реально, это большая потребность в этом есть. И с моей точки зрения, это очень правильно, это очень здорово. У нас был план поехать в Татарстан, посмотреть, как у них организовано. Об этом мы договаривались с главой одного из городов Татарстана. Но из-за коронавируса все сместилось, и, к сожалению, пока я так и не доехал, не посмотрел, как у них там все это устроено. Я прошу прощения, уточню, потому что Ксения конкретно про это говорила. Она в прошлый раз задавала вопрос про велодорожки, ответ она услышала. Поэтому она интересуется именно организацией велодвижения в плане, как раз, организации различных мероприятий, или все отдается на откуп граждан. Я так понимаю, наверное, логично ответить, что если к вам выйдутся инициативы о проведении каких-то квестов, там, допустим, таких же велопробегов, еще чего-то, то я думаю, администрация навстречу пойдет. Нужен инициатор. Конечно. У нас есть два варианта. Первое, люди сами хотят инициативно организовать что-то, обращаются к нам за поддержкой, либо ограничить движение автомобилей, либо как-то помочь профинансировать это событие. Второй вариант, мы можем организовать при одном из наших учреждений конкретно велоклуб и его поддерживать. Пожалуйста, давайте работать. Вопрос от Ксюни Головановой. Почему стоимость проезда в 20-й маршрутке утром 22 рубля, а вечером 25? Хотя с 1 июня написано 22 рубля стоимость. Я не знаю, как ли это. Не могу сказать, не могу прокомментировать. Вообще у нас в городе по регулируемым маршрутам тариф 22 рубля. В Сенежегородской области только в двух городах такой низкий тариф. В городе Сорове и в городе Чкаловске. Во всех остальных территориях 26, 27, 28. Если это проезд по маршруту с нерегулируемым тарифом, там ценник может быть немножко больше. Но разница, видите, 22-25. Давайте 22-й маршрут, тогда я проверю. 20-й. 20-й. Хорошо. Нет, просто удивительно, что утром одна цена, а вечером другая. Ну, я не комментирую, я себе просто пометку делаю. Давайте разберемся. Так, вопросы, наверное, одного порядка. Лева Волгин спрашивает, когда можно будет спокойно кататься на качелях. А Томас Шелби, можно ли совершать пробежки на стадионе как раз вот возле 16-й школы? Ну, у нас пока с вами все вот эти образовательные учреждения закрыты. То есть вариант, когда люди перелезают через забор и бегают, он такой существует. Скейтеры так делают на стадионе, на своем скейт-парке, на стадионе «Кар». Понятно, что это незаконно. То есть пока у нас с вами первый этап, пока это все закрыто. И кататься, в принципе, можно в рамках правил, но точно не на стадионах, которые нам пока запрещено открывать. Хорошо. Вопрос. На набережных везде остатки от пикников и плевать всем на порядок, на самоизоляцию. И сюда же вопрос о том, кто убирает детские площадки. То есть я как бы разовью немножко. То есть у нас купальный сезон открывается с 1 июля. Значит ли это... Понятно, пляжи переполнены уже в эти дни. Значит ли это, что пляжные зоны не убираются сейчас? И детские площадки, пожалуйста, прокомментируйте. У нас, смотрите, как есть проблемы по регулярности и качеству уборки таких вот популярных пешеходных маршрутов. Мне довольно много присылают фотографии по висячему мосту, по этой пешеходной тропе, по лыжной базе, где вроде бы пока еще не зона отдыха, а фактически стройплощадка. Но поскольку место хорошее получилось, люди туда идут и с удовольствием отдыхают, но и, соответственно, потом оставляют свои продукты жизнедеятельности. То есть с одной стороны, конечно, просьба к жителям брать с собой мешки для мусора и все-таки собирать с собой эти остатки. Это не бог весь какой труд, но это сразу оставляет нашу природу в приятном виде для других, кто хочет прийти. Мы, второе, конечно, будем требовать от нашего подрядчика работать интенсивнее и график уборки мусора обеспечивать, выполнять. Но вот пока была проблема, что с суббота на воскресенье мусор не убирался. Это как раз период, когда больше всего люди оставляют мусор. Сейчас пытаемся эту ситуацию отрегулировать. Наталья Саровская, исходя из динамики заболевших, могут ли город посадить на карантин с таким приростом? Ну, это будет решение главного санитарного врача. Теоретически это может быть. Если у нас будут проходить неуправляемые вспышки, болезнь будет разрастаться слишком сильно. Там есть вполне определенные критерии для установления карантинных мероприятий. И у наших соседей, как мы знаем, такие карантины были. Это и Навашина, и Кулебаки, и Гремячева, и Дивеева, и Родатов. То есть это не исключается абсолютно. Но не хотелось бы. Прямо скажу, не хотелось бы. Максим Савельев спрашивает. Это вот возвращаясь, мы как-то в одной трансляции обсуждали возможность отмечать на Луном Сарове дома, где зафиксировано заражение. И вот Максим Савельев интересуется, что с темой красить дома на Луном Сарове, где ковидные живут? У нас это сделано в служебном разделе, в служебной зоне, куда нужно заходить под логином, паролем. Там вся эта информация приведена. Просто обсуждали ситуацию с главным санитарным врачом, ну и высказывались опасения, что люди будут напряженно реагировать, если у них в подъезде будет возникать вот такая вот красная точка. Но я знаю, что, например, в Москве они спокойно публиковали эту информацию, и все дома и плотные заражения в разных районах, собственно, делали это совершенно спокойно. Если надо так вывесить в общий доступ, можно сделать. То есть эта тема уже реализована, она существует. Наталья Прятина, могут ли многодетные семьи поменяться местами в очереди на землю? Две семьи готовы поменяться между собой номером очереди? По-моему, это не допускается. При таком подходе просто люди теряют право на получение. Отказаться они могут один раз, но на всякий случай можно с нашим жилищным отделом просто прийти или созвониться, если пока нельзя прийти, и эту тему проговорить. Вопрос от Елены Погореловой Скороходовой. Скажите, пожалуйста, когда прекратят вырубку деревьев в то время, когда они просыпаются, и птицы птенцов высиживают? Может, я не в тему, но уже не знаю, куда обращаться. Ну, если у нас с вами участок земли отведен под застройку, например, то вырубку деревьев приходится вести неизбежно. И пейзаж, естественно, меняется. Если у нас мы строили мост строителя Захарова, то мы, естественно, там и пойму затронули, и мост поставили, то есть вторгаемся в живую природу. И делается это в рамках конкурсных процедур с учетом сроков, стоимости. Конечно, захотелось бы это делать в периоды, когда там никого не беспокоим, но не получается, исходя из финансового цикла, бюджетного цикла. Ряд вопросов по домам на Зерново. Очевидно, тех, которые попадают под нашу так называемую реновацию, какая их судьба, ближайшие перспективы? Ну, мы их будем стараться выдавать соответствующие на аукционы под реновацию. Желающие будут заходить, если таковые найдутся. А сейчас у нас большой блок по Александровичу Пионерской, в октябрьскому выставлено постановление, подписанное аналогично по Зерново. Если цена этого всего строительства и цена жилья получаемого устроят и застройщика, и будущих владельцев, значит, это все получится. Если не найдут они консенсуса между собой, то тогда это будет ожидать лучших времен. У нас осталась одна минута, поэтому по последнему вопросу вопрос. Реплика от Юлии Шишкановой. Чет мэр наш худнул. Как ваше здоровье, Алексей Викторович? Спасибо, хорошо. Я просто занимаюсь некими физическими упражнениями. Я считаю, что мне только на пользу. Вопрос от Анны Кузнецовой спрашивает. Меня тоже, кстати, обзванивали. Обзванивают, говорят, что смена в «Березке» вторая сократилась с 22 до 14 дней. Просит уточнить причину, почему так. Да, это рекомендация Министерства образования по детскому отдыху. С учетом того, что мы с вами одну смену ликвидировали, к сожалению, июньскую, нам необходимо количество предлагаемых путевок их оставить с возможностью сокращения с 22 до 14 дней, чтобы удовлетворить всех желающих. То есть это не наша выдумка, это конкретная рекомендация Министерства образования. Очень рассчитываем на то, что с 1 июля заработаем. Тогда у нас все. Нет, вопросы еще есть, но через неделю увидимся. Хорошо, давайте. Спасибо большое всем, кто участвовал. Спасибо всем. Удачи, здоровья. Спасибо, Алексей Викторович. Всего хорошего. До свидания, Галина. Сергей, до свидания. Друзья, напоминаю о том, что это было «Умное радио». Ну, в чем было? Оно есть, продолжает, остается. Соответственно, у нас формат беседы с главой администрации продолжает жить. Еженедельно мы встречаемся, разговариваем, ваши вопросы озвучиваем. Напоминаю, что обычно мы вывешиваем анонс за день, да. Соответственно, вы можете какие-то вопросы присылать заранее. Плюс вопросы можно задать в видеотрансляции. Она, в принципе, пользуется большой популярностью. Люди заходят, смотрят, многие задают вопросы. Это хорошо. Потому что, собственно, сон разума рождает чудовище. Так что, дорогие друзья, готовьтесь к следующему эфиру. В 15.00 у нас сегодня сводка новостей текущих с Михаилом Маркелом и Дашей Оськиной. Так что не переключайтесь, слушайте хорошую музыку здесь, на «Умном радио» и наслаждайтесь жизнью, насколько, естественно, это возможно.